Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в магазинчике появились новые контейнеры с абсолютно новой, свежей, средней машиной 8-го левела АМХ-30. Alt-Protto. Не знаю, что это такое, но АМХ-30 выговаривается гораздо проще. Короче говоря, что собой представляет АМХ-30 мы, безусловно, сейчас заценим, выкатим его в ангар, перед этим заценим ТТХ, короче, сделаем. Стандартный на моем канале честный обзор на машину. Что касается вероятностей выпадения машины из контейнера, то в принципе они неплохие. Но согласитесь, 5% это все-таки не 1,5%, а не 1%, как периодически бывает. Поэтому в целом шансы есть. И допустим, шансы достать машину, положа руку на сердце, больше, чем забрать голды в районе 1 месяца просмотра рекламных роликов, а именно 1,5 тысячи золота сможете забрать с вероятностью всего 3%, а машину с вероятностью 5. Ну, здесь как бы в пользу машины. Что касается всего остального, безусловно, будут вам однозначно падать всякого рода бустеры, от этого никто не застрахован, поэтому взвешивайте свои шансы и вспоминайте по поводу того, как часто вам выпадает что-то из контейнеров. Мне, допустим, из контейнеров за 8 лет выпала одна машина. Ну, как бы не совсем фартовый чувак, поэтому канты это не мое. Мое это просто зайти в магазин и купить товар, который я вижу. Кроме того, ребят, если вам машина не выпадает, то с вероятностью 100% вам падает талисман. Это говорит о том, что вы можете собрать из талисманов данный аппарат, даже если не выпадет из контейнера. Но, ребят, все-таки 30 талисманов собрать, это 30 контейнеров, значит, вам надо 3 раза им купить по 17,5 тысяч голды контов. Короче говоря, машина обойдется довольно-таки недешево, но в то же время, возможно, голда падать будет. Опять-таки, все зависит от вашего фарта. Вот такое вот предложение само по себе, покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Мое дело показать вам машину такой, какая она есть на самом деле, руками среднестатистического игрока, не с киловика, не 70%-ника. Короче говоря, примерите, как будет машина держаться в ваших руках, если вы играете средняково. Что касается вопроса по техническим характеристикам. Первое, что стоит отметить, это то, что орудие довольно бодрое. 3,5 время сведения, разброс крайне классный, по крайней мере, по заявленной цифре. Но это все мы, как обычно, будем заценивать с вами в самой катке. Урон в минуту 2,200. По-моему, довольно неплохо, как для среднего танка на восьмом уровне. Время перезарядки 7,6, но это с учетом того, что у меня установлена оборудка на досылатель и амуниция. Если переставите по-другому, поднимите себе пробой. Но я лично в этом смысла никакого не вижу. И сейчас объясню, почему. Запомните цифру в 218 бронепробития. Что касается альфы, 280 альфы на время перезарядки. Изначально и потенциально довольно классное время, надетое на довольно классную альфу. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 10. Это очень классно. Но исходя из бронирования данной машины, мне почему-то кажется, что толку здесь будет больше именно от бодрости отыгрывания на неровностях, но не играя от башни. Дело в том, что есть комбашня, которая однозначно будет пробиваться. Есть щеки выступающие, которые не имеют нормальной приведенки. То есть вот в этих вот пятаках здесь пробивать будут. Здесь есть приведенка тоже небольшая. 160, 142. Короче говоря, этой броней в бою особо никого не испугаешь. Разве что ЛТшку какую-то, да еще и ту, которая будет ниже по уровню. Верхний бронелист. Вроде бы с приведенкой, но всего лишь 200 мм. Поэтому в целом, ребят, сказать, что бодро отыгрывать броней на данной машине, ну не получится однозначно. Что касается сравнения с другими аппаратами на уровне, то обратите внимание, что ДПМ, я бы сказал, приближен к хорошему, но недалеко уходит от плохого. Есть ребята, конечно, с тем ДПМом, который прям совсем ужасает. Но есть ребята, которые существенно пободрее. Даже тот же ФЦМ 50 тонн, от которого все плюются, имеют ДПМ выше. Ровно как и АМХ. Короче говоря, ребят, по ДПМу вроде бы ничего удивительного, ничего нестандартного нет. А вот что меня действительно крайне-крайне умиляет, так это вот пробитие, о котором я говорил, которое даже улучшать не надо. 218 единиц пробития, это существенно лучше, чем у огромного количества аппаратов на уровне. Да, есть некоторые аппараты, которые имеют пробитие повыше. Допустим, тот же самый Центурион МК-5-1. Но их не такое уж и большое количество. Это говорит о том, что мы можем использовать стандартное базовое пробитие орудия, не улучшая его. И когда мы ставим себе досылатель, мы не теряем в пробое, мы все равно продолжаем быть в этом отношении полезными в бою и иметь возможность бодаться, в принципе, в том числе не только с восьмерками, но и с девятками. Альфа, я бы не сказал, что прям крутая, она просто хорошая. 280 единиц, есть, безусловно, ребята, которые альфу повторяют, есть кто-то, у кого альфа будет немножко получше. Ну, а есть те, которые проседают. Короче говоря, в целом, очень приятная сбалансированная цифра. По-другому я ее назвать не могу. Что касается процента побед, то с учетом того, что это абсолютно новый аппарат и тут всего два играющих игрока, я думаю, что история покажет, что это будет машина по победам. Ну что, ребят, мы обсудили с вами ТТХ, нам ничего не остается, кроме как взять данную машинку с собой в бой, убедиться в том, что мы попадем в обычный встречный бой, так как в превосходстве не хотелось бы заценивать машину по результатам захвата точек. Ну и, соответственно, давайте будем отправляться и тестить машинку в реальном бою. Пока мы заходим в бой, я приглашаю всех вас стать подписчиками моего канала. Буду вам за это очень благодарен, за то, что поддержите меня в развитии моего начинания и в реализации моей мечты. Я хочу создать канал уникальный, который будет отличаться от всех других, всем, чем только можно будет отличаться. Что это будет, посмотрим по времени. Сейчас это реально честные обзоры на машины и на товары в магазине, это фановое видео и многое-многое другое. Кроме того, ребят, заходите на дискорд сервер, регистрируйтесь, общайтесь с другими ребятами, вашими единомышленниками. Заходите в раздел новостей игры, там, где постятся новости, как только они появляются на официальных источниках. А кроме того, есть разделчик новостей канала, который поможет вам не пропустить выход новых видео и убедиться в том, что вы посмотрели все, что я выкладывал. Порой, ребят, на канале выходит по 3-5 видосов, а в ближайшее время постим наперед, забегаем. Будет гораздо больше. Ну что, ребят, поехали, будем заценивать. Так, 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 поехали. Подвижность по машине. Мне, честно говоря, нравится. Едет, я бы сказал, бодрее, допустим, чем та же самая Химера. В то же время, мне кажется, что, наверное, больше даже похоже на Прогу. Хотел сказать, что бодрее, чем Прога, но все-таки Прога 46-я где-то вот так вот и передвигается. С учетом того, что у меня брони нет, это мой первый бой на данной машине, мне бы не хотелось прямо сейчас куда-то, как говорится, с корабля на бал. Точность обалденная, ребят, вопросов нет. Мне очень понравилось. Сейчас я попал прямо туда, куда целился. Могильщик, покажись. Урончик заходит неплохо. Пробиваю вполне спокойно, не выцеливая абсолютно никаких серых зон. На вскидку закидываю тоже абсолютно нормально. Что касается орудия, ребят, у меня вопросов абсолютно никаких пока к машине нет. А вот что касается брони, да, здесь немножечко не сильно весело. Скорость полета снаряда позволяет отыгрывать на средних, на дальних расстояниях. Тоже дополнительный плюсик к данной машинке. Мне бы только хотелось, чтобы не понерфили ее потом. Но вот как-то есть у меня такое ощущение, что со временем все-таки внесут изменения в эту машину. Исходя из того, что я сейчас ощущаю от игры на ней. Поговариваю, кстати, по поводу того, что официально машины не нерфятся. Я не знаю, может сами игроки их нерфят, сами собой, играя и понижая их результативность. И, возможно, время пребывания в бою. Кстати, вот сейчас вынес кто-то такого же протика, как я сам. Ну и я, кстати, успел заценить, не знаю, видели ли вы, но я успел заценить его бронирование через призму собственного прицела. Так, надо мне что-то делать, как-то отсюда... Блин, 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 нет, я не хочу в ангар, мне не надо в ангар. Я хочу еще немножко поиграть. А вот здесь, ребят, чуть не хватает мне подъема орудия, приходится подниматься выше. Так, пока буду за холмик отстаиваться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, уходим, уходим, уходим. Так, хори. Хори. Блин, как мне не нравится твоя броня. Но, слушайте, бронепробития больше, чем достаточно, чтобы отыгрывать. Сейчас даже танканула маска орудия, это очень классно. Могильщик сейчас меня отправит в ангар. Сто пудов. Ну, то, что я и говорил. В принципе, шесть снарядов в магазине у могильщика. Да, это... Это результат. Вопросов нет. Что касается брони. Пробивают маску орудием, поэтому то, что является вроде бы самым забронированным, ну, таким на самом деле не оказалось. Что касается пробития по корпусу, прилетело вот сюда, вот, в правую сторону верхнего бронелиста, или как это правильно назвать, правый верхний, да, наверное, бронелист. Есть средний, есть левый. Ну, короче говоря, по броне я бы не сказал, что фонтана. Вот в отношении того, как отыгрывается орудие, мне очень сильно заходит. Сейчас обязательно заедем в следующую катку, посмотрим, чем она закончится, что сможем сделать. Я, по крайней мере, по результатам этого первого боя, понимаю, чего от меня ожидает данная машина. Итак, друзья мои, результаты первого моего боя. 1580 единиц урона, 2 фрага. И у меня есть ощущение, что машина потенциально может гораздо больше наносить урона за бой. Ну, вот просто по ощущениям, которые мне предоставила сама катка. Что касается результативности по команде, то я занял третье место. И я считаю, что в целом довольно неплохо. Что касается результативности по фармам, то я бы сказал, что в целом за такой урон, ну, довольно-таки неплохо. 48 чистоганом, с учетом того, что 6 мне дали за особые заслуги там и так далее. Но это, опять-таки, с премом. В целом, я бы не сказал, что это прям фармер, но то, что фан вам практически обеспечен на данной машине, это точно. Так, Т49 бесстрашный. Кучу всего мне начисляют. Так, 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 забираем. Забираем все, что мне дают. Почему бы, как говорится, и нет. Возвращаемся к нашей машинке. Где она там у меня? Ай-яй-яй-яй. Убежала. Вернись, 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 вернись. Вот ты где. Ну что, отправляемся еще в одну каточку. Поэтому, пока, в целом, ощущение следующее. Картонность, я бы сказал, даже немножечко покруче, чем у проги 46-й. Все-таки в прогу, мне кажется, прилетает гораздо реже. Это, что касается первых ощутимых минусов по данной машине. Однозначные плюсы. Подвижность. Комфортные, ребят. Комфортные все-таки углы склонения. Да, пускай мне не хватило прям, чтобы на гору выцелить. Но я больше чем уверен, что, ну, не более десятка машин есть в игре, которые вот с такой вот впадины могут наверх поднимать орудие. Поэтому здесь, наверное, была в игре больше придирка и сыграла немножко адреналин. Который, ну, вот, захлестывал меня и хотелось все-таки этого товарища добрать раньше, чем он доберет меня. По подвижности классно, суперово. Можешь передвигаться, менять местоположение, быстро сваливать куда-то. Короче говоря, все очень клево в отношении подвижности. Орудие меня, ну, просто заворожило. Оно мне напоминает, ребят, вот сейчас стоит на продаже шмальтурм, у которого крайне-крайне унылая броня, вот прям совсем неживучая машина. Но ее орудие действительно просто классное. По времени сведения, по времени перезарядки, по альфе, которую забрасываешь. То же самое ощущение, ребят, у меня на этой машине. Ну, вот, серьезно. Действительно очень кайфово, очень классно. Ехать на передовую однозначно, пока не привыкнешь к машине, остро не рекомендую. Но, блин, отстреливать на средних, на дальних расстояниях машина позволяет. Это действительно очень классно. Действительно просто супер. Такс. Все ребята там скопились. Я так понимаю, что это мой шанс подъехать поближе. Тайп 62 в низинке. Нет. На АТ-15 я не хочу. С ее скорострельностью. Знаете, самые классные герои, они всегда идут в обход. Я для себя сейчас понимаю, что с учетом картонности машины и скорострельности АТ-шки, мне с ней напрямую бодаться и перестреливаться, ну, вообще, как бы, не резон абсолютно. Поеду-ка я лучше со своим союзником. Ну, и помогу ему где-нибудь там, наверное, с кормы поразбирать. Там есть еще у нас товарищ Чесе, который выцеливает. Так, углы склонения. Очень даже, очень даже. То, о чем я говорил, минус 10 не поможет, ребят, на данной машине однозначно отыгрывать от башни. Да ну не стой же так. Ты, конечно, красавчик, что ты на себя его перенял. Но от этого, блин, мало результата получилось. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Уходим, уходим, уходим. Я хочу попытаться свалить. Не знаю, честно говоря, хватит или нет. Надо было мне все-таки ставить ускорение себе в комплект. Нет, свалить не получится. Принимаем бой, ребят. Попытаемся покрутиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. АТ-шник, отвернулся АТ-шник. Уже хорошо, будем... А, вот так вот даже бывает на этой машине. Ладно, хорошо. Ну все, в принципе, моя песенка спета, как я понимаю. Ну хотя бы подразню, хотя бы часы немножко поотвлекаю. Поотвлекаю от союзников. Дал он, ушел на перезарядку. Значит, могу я пока подключиться. Включаем ускорение перезарядки. Надеюсь, что мне... Ах, блин, не хватило. Буквально доли секунды мне не хватило для того, чтобы его добрать. Но, ребят, подвижность тут зарешала очень сильно. Был бы я на какой-нибудь другой машине... Да на многих, ребят, машинах. Меня бы уже давно вынесли. Ну вот серьезно. Не знаю. Мне очень сильно понравилось. Вот эти первые две катки, они... Ну не знаю. Доставили мне фан. Многие из вас знают по поводу того, что я не статист и не гоняюсь за статистикой. Я гоняюсь за тем, чтобы я получал удовольствие от игры и получал кайф. Я кайф реально ощутил. Чего еще желать? 1126 единиц урона. Можно было бы сделать и больше. Я пока немножко там... Минжевался, не пытался как-то вылазить на передовую. Все-таки к машине не привык. Но, опять-таки, свое дело в бою я сделал. Отвлекал ТТшника. Орудие, все, что необходимо было, мы с вами заценили. За вот эти результаты. 31 800 чистоганом. По-моему, за такой результат вполне себе даже неплохо. Что это такое? Камо реклама? Не хочу смотреть рекламу Камо. Хочу договорить по поводу Танка. Так вот, что касается самого Танчика. Мне он понравился. Чем-то он, по-моему, похож по геймплею на... АМХ-CDC. На вот эту вот машинку французскую. Но все-таки, ребят, не то же самое. Далеко не то же самое. Покупать или не покупать контейнеры, друзья, это решать, безусловно, вам. И стоит или не стоит тратить голду на вероятность выпадения машины. Я всегда говорю о том, что нет, ребят. Лучше вот, если вы готовы 10 тысяч потратить на то, чтобы купить конты и пощекотать себе нервы. Окей, покупайте. Но если вы хотите все-таки получить машину с большей вероятностью, а точнее со 100% вероятностью, лучше за этих 10 косарей просто зайдите в магазин, и купите то, что здесь уже есть. Ну вот, допустим, те же самые Progetto 46, если у вас ее нет, или тот же самый Somo SM, тоже довольно неплохая машина. Но здесь вы 100% машину забираете. Щекотать нервы или не щекотать, решать вам. Мое дело показать вам машину такой, какая она есть на самом деле, руками среднестатистического игрока. На данный момент у меня все. Жду всех у себя на канале, жду всех на Дискорде. Не пропускайте видосы, подписывайтесь для этого на канал и обязательно жмите на колокольчик. Ну а я побежал снимать новые видео специально для вас. Всем всех благ, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok